Добрый день, уважаемые подписчики канала Про Цветок, с вами Алексей Борисов. Я хочу сегодня поднять такую тему. Вернее, я хочу сразу у вас спросить, вот для чего мы вносим органические удобрения в почву. Многие скажут, для того, чтобы удобрить. Но я вам хочу сказать, что для того, чтобы удобрить, это вторая функция, это пункт номер два. Первый пункт, это для того, чтобы восстановить структуру почвы. Я вот вам приведу пример с губкой для мытья посуды. Она пока новая, она моющее средство, мы чуть-чуть полили, пожмякали, и она ее впитала. Чем она становится старше, больше мы ей пользуемся. Она хуже, хуже, хуже начинает впитывать, и мы потом ее просто выкидываем. Так и наша почва. Мы когда пользуемся минеральными удобрениями, а они в основном кислые, некоторые умудряются еще обычную соль сыпать, которая содержит хлор, который мало того, что он токсичный для растений, он еще и расшатывает вот эту так называемую губку почвенную. Она называется почвенный поглощающий комплекс. Аммиачная селитра, она тоже очень расшатывает, потому что она кислая. Она, почва ее вообще даже связать не может, настолько она кислая. Вот. И она просто разрушает почвенный поглощающий комплекс, и растения не могут взять, вернее, почва не может накопить достаточный запас питательных веществ для того, чтобы растение могло на ней расти. Поэтому мы именно пользуемся, неважно, все скажут сразу, что навоз. Не обязательно это навоз. Это пожневные остатки, это солома, это любая органика. Сорняки вы пропололи, в компостную кучу сложили, и она у вас лежит несколько лет. Потом этот компост можно вносить. Единственное, что я против опилок, потому что опилки, они долго перегнивают, и, опять же, они могут содержать лиственные породы, дубильные вещества, хвойные породы могут содержать смолу, которую не все растения переносят. У меня был личный опыт, очень интересный. Я сеял морковку и засыпал ее опилками. Всходила только морковка, даже лебеда не выдерживала вот этот хвойный запах. Поэтому органику надо вносить обязательно. Опять же, хочу сказать про украинские черноземы. Я думаю, у нас публики достаточно, которая смотрит и в дружественной нам Украине. Почему украинские черноземы стали давать 40-45 сантиметров в гектарах зерновых? А именно поэтому. Потому что пользуемся в основном минеральными удобрениями, кислыми, которые разрушают вот эту губку почвенную. Еще хочу сказать, что почва разная бывает. Кто-то скажет, есть песок, есть глина. Ну, условно, песок, супесь, суглинок. Чем легче почва, тем этот почвенный поглощающий комплекс слабее. И тем чаще надо пользоваться органикой. Если у вас, условно, суглинок, вы можете органику вносить туда раз в 2-3 года. Если у вас пески, то органику надо вносить каждый год. Именно для того, чтобы восстанавливалась вот эта губка почвенная. Чтобы она могла сначала взять то, что вы ей дадите, а потом отдать растениям. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы интересные. Постараемся на всех на них ответить. С вами был Алексей Борисов, канал Про Цветок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова